В первых строках поздравляю сограждан с послаблениями ковидных ограничений. С сегодняшнего дня в Башкортостане не обязательно носить маску при посещении торговых центров и ресторанов. На минувшей неделе такое решение было принято на оперативном штабе по антиковидной борьбе. В общем, не знаю, как оценивать это событие, наверное, как действительно какое-то облегчение, в том смысле, что все мы реально устали. Неизвестно, помогали ли эти ограничения уменьшать количество заболевших. Возможно, что и помогали, но безусловно, что все мы устали от этих масок. От самого факта необходимости что-то вечно где-то предъявлять, носить, одевать и потеть лицом. В общем, станет как-то, наверное, полегче. Традиционно начинаем обзор событий минувшей недели с событий более или менее федеральных. Я говорю о том, что РИА Новости опубликовала рейтинг качества жизни в регионах Российской Федерации. Рейтинг достаточно серьезный. Он был основан на сводных данных Минздрава, Минфина, Центробанка и прочих федеральных органов власти, которые аккумулируют данные по регионам. Так вот, первое и второе место в этом рейтинге, конечно же, предсказуемо занимает Москва и Санкт-Петербург. Самые крупные, самые благополучные города Российской Федерации. На третьем месте Московская область как отдельный субъект Федерации. Это тоже, наверное, объяснимо. Близость Москвы, близость вот этих денежных потоков выводит Московскую область на третье место в Российской Федерации по качеству жизни. А вот удивительно было то, что четвертое место занял Татарстан. Неожиданно для меня, по крайней мере, точно. Мы знаем, что Татарстан динамично развивается. Мы знаем, что Татарстан лидирует во многих вопросах и по многим направлениям. Но я не знал, что в целом и в комплексе он занимает четвертое место по Российской Федерации. А где же находимся мы, Республика Башкортостан? Мы находимся на 26-м месте по качеству жизни в Российской Федерации. И, собственно, наверное, это закономерно. Именно к такому результату мы пришли за 3,5 года руководству Республикой Радиом Фаритовичем в бесконечной шумихе фестивалей, салютов, праздников, фольклориат и прочих хаппи-мундий. Мы как-то на задний план отодвинули качество жизни. А речь идет о доступности медицинской помощи, об уровне заработной платы, об обеспеченности школ и дошкольных учреждений всевозможными благами и ресурсами. Вот это все у нас как-то ушло на задний план. Впереди у нас праздники, салюты, Элвин и Грей и прочие Моргенштерны. Но, как говорит Великий Минченко, не спасет пиар от дел, если нет реальных дел. Традиционно призываем вас ставить лайки под нашим видео, писать комментарии, взаимодействовать с нашим каналом. Отдельно хочу поблагодарить наших спонсоров, которых с каждым днем становится все больше. Я понимаю, что я перед вами все еще в долгу. На следующей неделе обязательно выйдет отдельное видео для спонсоров нашего канала. В общем, участвуйте в жизни, помогайте. Мы всегда благодарны за любую помощь, за любую поддержку и лайки, и пожертвования, и спонсорство. Это очень нами поддерживается в том смысле, что именно за этот счет существует наш канал. И с помощью этого мы можем делать его интереснее, полезнее и охватить большую аудиторию на территории нашей республики. Лично для меня абсолютно очевидно то, что распоряжаться бюджетными средствами республики в том стиле, в котором ими распоряжаются вот эти вот хабировские, совершенно невозможно, не нарушая регулярно закон. Косвенным образом это подтвердил неожиданно на прошедшей неделе ближайший соратник Хабирова Константин Шагемуратов, который возглавляет счетную палату республики Башкортостан. В своем отчете Константин Нилович указал, что только за 2021 год он обнаружил злоупотребление и ненадлежащего использования бюджетных средств в республике Башкортостан аж на 30 миллиардов рублей. Надо понимать, что Константин Шагемуратов, которого в определенных кругах еще зовут Костя Бентли, вовсе не склонен к тому, чтобы выявить все-все-все нарушения, которые только были сделаны хабировскими, хотя бы потому, что сам он является глубоко хабировским человеком, но даже он был вынужден заявить о 30-ти миллиардных нарушениях в республике Башкортостан. Хабиров, честно говоря, видимо не ожидал такого от Кости и был вынужден оправдываться. На прошлой неделе Хабиров объяснил эту цифру, пытаясь предположить, что, наверное же, не все эти 30 миллиардов украли. Ну, да, Радий Фаридович, утешим вас. Примерно половину из них, наверное, потеряли, но остальное точно украли. Но, как говорится, сколько веревочки не виться, все равно за конец ухватят. На этой неделе, 17 февраля, арбитражный суд Уральского округа в городе Екатеринбурге поставил, пожалуй, что точку в деле пиксельных елок. Арбитражный суд оставил в силе решение арбитражного суда Республики Башкортостан и 18 апелляционного суда в Челябинске, несмотря на все усилия администрации главы Республики Башкортостан. И решение это говорит о том, что в 2020 году Федеральная антимонопольная служба оспорила закупку, которую совершило хозяйственное управление администрации главы Республики Башкортостан. Речь идет о покупке тех самых треклятых пиксельных елок. Закупали их у конкретного одного поставщика, прикрываясь тем, что у нас бушует чрезвычайная ситуация, и потому нужно купить именно у этого красногорского поставщика ООО «Клерлайт Рус». Суд рассмотрел все эти обстоятельства и пришел к выводу, что пиксельные елки никоим образом не могут способствовать ликвидации чрезвычайной ситуации, и потому не могли быть закуплены на этих условиях. Более того, суд определил, что стоимость елок была завышена на 80% путем пропускания этой закупки через 3 или 4 ступени посредников. Все. Верховный суд Российской Федерации, пожалуй, что даже и не примет апелляцию из оспаривания вот этого решения уже трех судов, ну, по крайней мере, так говорят некоторые юристы. И теперь встает вопрос, что теперь с этим всем делать, как реагировать на это хабировской команде. Довольно-таки очевидным выглядит ситуация, очевидной в том смысле, что директор ООО «Клерлайт» красногорец Сергей Макеев продал красногорцу Роману Реброву, который возглавляет хазу администрации главы елки, с завышением цены в 80%. Ну, на мой взгляд, по моему субъективному суждению, здесь наличствует состав уголовного преступления, здесь прослеживаются коррупционные проявления, и я лично недоумеваю, почему Следственный комитет и прокуратура до сих пор на основании решения вот этих судов не возбуждают уголовного дела и, по крайней мере, не проводят проверки. Я понимаю, Ради Фаритович, он же своих не сдает, Реброву даже выговор не объявили за покупку вот этих юристов, не то, чтобы надеть его в наручники, но я надеюсь, что Следственный комитет и прокуратура несколько более независимы от команды Хабирова и проявят инициативу, возбудят это уголовное дело и проведут доследственную проверку, или что у них там уж полагается в этом случае делать. Потому что теперь после третьего рассмотрения в третьей инстанции судов, ситуация стала совершенно очевидной. Во-первых, нужно вернуть в бюджет 115 миллионов рублей, а во-вторых, объяснить, как так получилось, и на основании чего господин Ребров и Макеев таким образом распорядились нашими башкирскими бюджетными деньгами. Приход нового мэра в администрацию города Уфы вызвал достаточно противоречивую и разнообразную реакцию в разных слоях общества, в сети, в сообществах, у жителей. Блогеры, приплясывая в красных трусах, ждут предоплаты, мерзнут около горсовета, пока не дождались. СМИ затаились, затихли и ждут хоть каких-то инфоповодов и действий мэрии, заявлений и прочего, о чем можно будет поговорить. Горожане, впрочем, вообще ничего не ждут. Судя по реакции самих горожан, они как-то очень апатично отнеслись к этому яркому событию. Многие утверждают, что ничего не поменяется и что Мавлеев ничего не сможет изменить. В общем, конечно, некое ожидание повисло в воздухе. Любопытно отметить, что так вот сложилось, что первым крупным заметным проектом, который будет приписываться непосредственно Мавлееву, может стать организация платных парковок в городе Уфе. Напоминаю, что по проекту платные парковки будут введены в многоугольники, ограниченном улицами Революционной, Айской, Воровского, Валиди и Аксакова. Вот в этом самом напряженном многоугольнике в центре Уфы планируется ввести парковку, которая будет стоить от 40 рублей в час. Но особых подробностей пока мы не знаем. И в связи с тем у нас очень много вопросов. Ну, во-первых, будут ли обсуждать с гражданами устройство этих парковок, их размещение, их количество, их стоимость и так далее. Во-вторых, кто выгодоприобретатель, кто тот счастливчик, кто получит вот это вот право на организацию этих парковок, а самое главное право на сбор вот этих денег. Почему и откуда взялась цифра в 40 рублей в час, и, видимо, она будет расти. Что делать резидентам? Я имею в виду тех, кто проживает внутри вот этого многоугольника, и тех, кто так или иначе должны как-то хранить свои автомобили. Многие из них это делали вдоль проезжей части. Во всем мире практикуется определенный отдельный статус для резидентов, где указано, что жители, проживающие в этом районе или конкретные автомобили имеют право парковаться бесплатно или по очень льготной цене. Никаких об этом данных нет, и, судя по всему, об этом никто не подумал. Все будут платить одинаково, в том числе и те, кто живут, и те, кто имеет право на эту парковку. В общем, очень странно. Есть ощущение, что очень непроработанный сырой проект, и есть угроза для Мавлиева в том смысле, что этот проект может повиснуть у него на шее тяжким грузом, и будет ассоциирован именно с ним. И все неприятные реакции и мнения полетят в адрес именно Ратмира Мавлиева. На прошедшей неделе стало известно, что Гурсовет одобрил инициативу о создании единой муниципальной управляющей компании под названием «Моя Уфа». Вообще, вот эти разговоры что-то там бродили, они были не очень громкими и абсолютно неконкретными, и вот бац, значит, решение принято. Чем будет заниматься эта управляющая компания? На первый взгляд, вроде как она будет заниматься тем, чем никто не занимался, а поддержанием порядка там во всяких общественных местах. По списку полномочий управляющей компании выглядит следующим образом. Надлежащее содержание придомовых территорий, содержание межквартальных проездов на квартирных домов, содержание детских площадок, содержание спортивных площадок, содержание иллюминации архитектурных подсветок и содержание незаселенных жилых помещений муниципальной собственности. Ну, казалось бы, это вот нас не касается, причем созданная это будет управляющая компания в виде ОООшечки со стопроцентным участием администрации города Уфы. Ну, почему ОООшечка? Наверное, потому что продавать потом удобнее было. Однако, если поглубже копнуть, становится понятно, что скоро эта ОООшечка, пожалуй, коснется каждого из нас. На прошедшей неделе вице-мэр города Уфы Кирилл Чистяков охарактеризовал задачи этой управляющей компании следующим образом, цитирую, с целью организации управления многоквартирными домами вместо организаций, находящихся в стадии банкротства. Так вот, получается, что это ОООшечки будут передавать в управление многоквартирные дома тех управляющих компаний и организаций, которые банкротятся. Обанкротится у нас, пожалуй, что большинство УЖХ города Уфы. И, соответственно, огромное количество многоквартирных домов автоматически передадут этой ОООшечке. В итоге мы получаем огромного муниципального жилищно-коммунального монстра, который будет управлять огромным количеством многоквартирных домов, собирать гигантские деньги. Мы меняем, на мой взгляд, шило на мыло. Обанкротив те ОООшечки, мы приводим новую ОООшечку и даже не задаемся вопросом, а куда делись деньги? Почему обанкротились УЖХ вот этих некоторых районов города Уфы? Почему дошло до такого? И не будет ли так в следующий раз? По сути, наши деньги куда-то уходили, вот в эту банкротную историю, не принося никакой пользы ни территории, ничему. Кроме всего прочего, я абсолютно уверен, что стоимость жилищно-коммунальных услуг в Уфе после введения вот этой ОООшки возрастет. Хотя бы потому, что теперь мы будем оплачивать вот эти все любимые хабировские игрушки. Это подсветка, это иллюминация и так далее. У меня вопрос, кто убирал межквартальные проезды, кто платил за их уборку? Не мы, что ли, раньше? Но нам сейчас опять выставят в отдельные счета. Кто убирал придомовую территорию? Ну, нам ее убирали, и мы платили за это. Зачем нужно организовывать новое предприятие с отдельно такими же задачами? В общем, конечно, все дело идет к тому, что просто поднимут цену за квартиры, за проживание в них, и вообще у нас, по-моему, становится платное проживание в этой стране. Завершая обзор уфимских событий минувшей недели, поговорим немножко о смешном и нелепом. Я говорю о том, что на 16 марта запланирован конкурс на замещение должности мэра. То есть, конкурсная комиссия из шести человек, трое из которых это депутаты горсовета, а трое это люди назначенные лично хабировым, в том числе, например, там будет Кельсенбаев. То есть, это такие истинные хабировцы, отличные спортсмены, образцовые семьянины, беззаветно преданные идеалам башлыка. Так вот, эти шестеро изберут нового мэра. Ну, никто не сомневается, что изберут Ратмира Мавлиева. Смешно же устроен сам конкурс. Было заявлено на прошедшей неделе, что все желающие могут сдать документы в течение восьми дней на этот конкурс. С восемнадцатого февраля начиная, причем из этих восьми дней, три дня, это выходные. При этом, например, справку об отсутствии судимости, которую обычно сдают на подобные конкурсы, нужно заказывать и ждать ее целый месяц. То есть, если человек вдруг в положенный срок, имея право, возжелает заявиться на пост мэра, он не сможет этого сделать, потому что справку из МВД он будет ждать месяц. В общем, смешно. Остается предположить, что Ратмир Мавлиев заказал эту справку очень сильно заранее, либо у него есть какие-то возможности получить ее сильно быстрее. Несмотря на относительное затишье и усталость населения от зимы, ковида и прочих неприятностей, все-таки определенные движения совершаются. Я говорю о ряде протестных событий, которые случились в республике. Начнем с пресловутого Менделеевского треугольника. Опять дольщики вышли на пикеты. Опять они требуют обратить внимание на их объект. 15-й год, который не могут сдать. Как только не называют этот треугольник уже и Бермудским. На прошедшей неделе прошло какое-то совещание с участием прокуратуры, где был застройщик, подрядчики, даже дольщики были. И вот совещались, опять совещались. Опять приняли какие-то документы, в которых указаны даты, когда и что будет построено. Собственно, мы помним, что Ковшов, это замминистра строительства, обещал, что секцию Д сдадут еще в 2020 году. Но у нас уже 22-й на носу. Прокуратура заняла какую-то странную позицию, как-то нажимая на дольщиков и требуя от них тишины. Честно говоря, все было немножко по-другому. Прокуратура долгое время стояла на стороне дольщиков и пыталась добиться от застройщика конкретики и действий. Теперь почему-то ситуация поменялась на 180 градусов. Не могу понять почему, но, может быть, пойму на следующей неделе. В общем, дольщики не верят ни вот этому мупу-застройщику, который, по сути, получил землю, дополнительные земли вокруг этого несчастного объекта, только на условиях достраивания вот этого объекта, а получив землю, ударился в строительство новых домов, в продажу новых квартир, и как-то опять интересы дольщиков секции Д остались за бортом. Проходит время, возводятся новые дома, с успехом продаются и очень дорого продаются квартиры в этих домах, а секция Д как стояла, так стоит. Вот, по крайней мере, это факт. Я не знаю, что там думает прокуратура, но своими глазами мы видим вот эту картину, что уже 15-й год это стоит. Нашли решение, нашли муп, в мупе сменилось уже там 4 или 5 директоров, на одного там возбуждают или возбудили уже уголовное дело, какие-то очень странные движения внутри самого мупа происходят, муп как-то удивительным образом стал менять форму собственности. Все это происходит, дома строятся, квартиры продаются, а дольщики секции Д так и остались в положении обманутых дольщиков. Вот это факты. В общем, люди с этим не согласны, люди не верят, люди вышли на протест, пока это такой слабый протест в виде пикетов, но, по моим данным, в марте может произойти что-то более серьезное. А вот жители родного Хабирова и Шимбайского района, проявляя в очередной раз недюжинную политическую активность, протестуют против планов французских пчеловодов получить довольно большие куски земли в их родном районе. Многие говорят о том, что части этой земли вообще являются природоохранными территориями. По району мечется несчастный вице-премьер Барданов, пытаясь всех зашикать, успокоить и умоляя не протестовать. Однако жители не слушают его. Знаю, что господин Барданов это автор и организатор собственно вот того фиаско на Куштау. Верить ему нельзя и потому люди не очень-то обращают внимание на его потуги на ближайшие дни жители Шимбайского района намечают некий сход, на котором будут обсуждать вот эту ситуацию, сложившуюся с французскими пчеловодами и землями. Судя по всему, будет какое-то решение на этом сходе и, видимо, будет какое-то обращение. Очень странное видео нам прислали из ковидного госпиталя в Стерлитамаке. Я не эксперт по хранению медицинских отходов. Своего заключения делать не буду. Не буду оценивать и те высказывания, которые есть в этом видео. Посмотрите сами. Может быть, среди наших зрителей есть люди, которые обладают должными компетенциями и они нам напишут и объяснят, что же на самом деле происходит в Стерлитамакском ковидном госпитале. Ну, на мой взгляд, это как-то все неправильно и как-то диковато выглядит. Мы находимся на территории ковид-госпиталя город Стерлитамак. Заполнены контейнера. Контейнера предусмотрены для сбора мусора твердокоммунальных отходов, однако в них находятся медицинские отходы. Маски, халаты. Пузырьки от лекарств в систему. Смотрю, что контейнер не подписан для категории. Контейнер не относится. Контейнер не поступает. До свидания. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok